Привет! Как дела? Сегодня, так как в эти дни проходит чемпионат Евро по футболу, я расскажу вам про футбол в Англии. Точнее, про его болельщиков и фанатов, с которыми мне довелось встречаться в Лондоне, так как работая репортером, мне приходилось снимать и такие события. Я уже рассказывала о том, что я являюсь фанатом футбольного клуба Челси. Ну, как фанатом, так как в основном всю мою лондонскую жизнь я жила в западных районах, в Имбелдоне, Фуллами, Кентингтоне и Челси. И так как я жила в этих районах, и там были только клубы Фуллом и Челси, естественно, я выбрала Челси, так как синий мой любимый цвет, Челси мой любимый район. В общем, я болею за Челси. Но об этом я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И именно с парада победителей Челси в 2015 году началась моя репортерская деятельность в английском футболе. Напомню, я тогда где-то в газетах прочитала, что будет парад победителей клуба Челси проходить по району Фуллом, где я как раз на тот момент жила, и я решила, чем черт не шутит, пойду попробую что-нибудь поснимать. И у меня получилось снять этот репортаж, и я отправила все это в новостные источники. Ну, суть не в том. Суть в том, что я познала вот этот вот праздник футбольных фанатов, как там все это происходит, и меня это воодушевило. С тех пор я постоянно каждый год отслеживала, кто же стал чемпионом британской премьер-лиги. Позже, когда я уже стала жить на Earth Court, это Кентингтон и Челси такой, смежный район, он тоже находится недалеко от стадиона клуба Челси, и там постоянно проходили какие-то матчи. И вот так вот, возвращаясь с очередных прогулок или мероприятий, которые я снимала, уже выходя из метро, я понимала, что прошел какой-то чемпионат, и огромное количество футбольных фанатов уплывет прямо вот в метро. И, конечно, все стараются обходить этих футбольных фанатов, потому что, как все мы уже знаем, английские футбольные фанаты очень боевые. И вот как-то, не помню в каком году, 2016 или 2017, я напала на футбольных фанатов клуба West Ham, которые играли с Челси на стадионе Челси в тот день. И как вот они болеют, как они шли домой, я, выходя из метро, решила поснимать. Так как было много полиции, которая их сопровождала, я чувствовала себя более-менее в безопасности. Если полицейские рядом, значит, они тебе помогут, если что пойдет не так. И я поснимала, как они кричат. Как это было, сейчас вам показываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем в следующем году мне довелось запечатлеть футбольных фанатов английского клуба Leicester City. Они как раз выиграли премьер-лигу, и я, опять же-таки, тогда жила на Эрскорте, и слышу такой гул у болельщиков. У-у-у, там что-то кричат, что-то выкрикивают. Я взяла камеру и бегом побежала искать. Недалеко от метро находился спортивный паб, и там все болельщики вышли из этого паба и стали гудеть. Ну, видимо, они в этот день как раз и выиграли. Ну, я стала их снимать, и как раз в этот же момент едет автобус забирать игроков Leicester City на стадион Челси. И эти болельщики увидели этот автобус и прямо практически побежали под его колеса. Ну, там полиция, конечно, тоже стояла и их сдерживала. Пустили какую-то синюю дымовую шашку и так далее. В общем, было интересно, но в то же время всегда страшно. Огромная такая неуправляемая толпа разъяренных, разгоряченных мужчин, которые ничем другим не грезят, кроме как футболом. В общем, было страшновато, но я сняла это все, отправила в свои новостные источники, и несколько раз этот репортаж продался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а так, в принципе, я уже тоже рассказывала, что в основном я смотрю футбол, но чаще всего это или чемпионат Евро по футболу, или чемпионат мира, который я привыкла с детства смотреть со своим братом. Ну, знаете, когда ты из обычной простой семьи, ты делишь одну комнату с братом, у вас один на двоих телевизор, естественно, приходится подстраиваться друг под друга и смотреть то, что смотрит брат. Поэтому я часто смотрю и хоккей, и футбол, и Формулу-1 я смотрела вместе с ним. И, в принципе, была увлечена, мне нравилась и до сих пор нравится. И сейчас вот на Евро я болею как за русских, так и за англичан, и вообще за все команды, которые вышли в плей-офф. Особенно красиво недавно сыграли французы с немцами. Очень интересная была игра, я прямо не могла оторваться. И вот как раз на эти чемпионаты я тоже ходила снимать английских болельщиков. Но чаще всего, конечно же, если ты продаешь новости из Великобритании, ты ходишь снимать англичан. Как они болеют за футбол, как они радуются, когда они выигрывают. И как это все происходило в 2018 году, когда проходил чемпионат мира по футболу, я тогда жила тоже в Кенсингтоне, на West Kensington Station, где находится такой приличный, огромный спортивный паб. И хоть я тогда и училась на MBA летом, у меня была экзаменационная неделя, я писала какие-то эссе, но я всегда выделяла время на интересные матчи и смотрела за ними. Ну и так как я репортер, я решила, ага, сегодня играют англичане, дай-ка я попробую, если вдруг они выиграют, бегать в этот паб и посмотреть, что же там происходит. И как раз в этот день они выиграли, и как они праздновали, как они кричали, бегали по всей улице и танцевали, и пели свои гимны. It's coming home, it's coming home, ну, типа того, что чемпионат едет домой. То есть они везут кубок домой, то есть они выигрывают. Но, к сожалению, до финала англичане не дошли, но тем не менее они вышли в полуфинал. И вот тогда радости англичан не было предела. И я вот это вот всё сняла и вам сейчас показываю. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В общем, вот такие вот они, горячие английские футбольные болельщики. К сожалению, в этом году по причине того, что я пока не могу попасть в Англию, мне не удастся снять празднование их побед. Но, тем не менее, как это было в предыдущие разы, я вам сегодня показала. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok